В России стартовала традиционная декларационная кампания. Физическим лицам необходимо отчитаться о полученных доходах до 2 мая текущего года. На этот раз декларационная кампания имеет ряд особенностей. Каких именно, узнаете в нашем сюжете. С этого года физическим лицам, получившим доход от продажи недвижимого имущества, приобретенного в 2016 году, придется рассчитывать налоги по новым правилам. В этом случае НДФЛ будет зависеть от суммы кадастровой стоимости проданного объекта. Если вы имущество продали по цене ниже 70% стоимости кадастровой объекта, то налоговый орган имеет право доначислить налог вам и, соответственно, исчислить сумму штрафных санкций и пени. Для чего это сделано? Для того, чтобы сделки купли-продажи, которые физлицы осуществляют, были реальными, а не рисованные цены были в договорах. Кроме того, если гражданин приобрел имущество в 2016 году и реализовал его, то период времени, на который не распространяется льгота, будет составлять пять лет вместо трёх. Любой доход, с которого не был удержан налог, необходимо задекларировать до 2 мая. А заплатить необходимую сумму нужно не позднее 17 июля текущего года. Сегодня у нас разработан целый комплекс мер для того, чтобы неблагонадёжных декларантов, наших потенциальных декларантов, привлечь к ответственности, будь то не только налоговая, но и административная. Сумма штрафа не должна превышать 30% от суммы исчисленного налога. В случае, если налог по декларации был уплачен своевременно, то штраф составляет минимальную сумму 1000 рублей. Дни открытых дверей в налоговой службе пройдут 14 и 15 апреля. Сотрудники инспекции не только будут проводить консультации, но и оказывать помощь в заполнении декларации.